приветствую всех кто заглянул на мой канал хочу с вами сегодня поделиться результатами посадки по новому томатов грунт я снимала видео 11 дней назад и вот хочу показать результаты которым я очень довольна наверно буду всегда так во первых почва была холодная я высаживала если помните и в лунки заливала горячую воду ну теплую там 50-70 вот такой теплую воду первое второе я сразу же там растворяла удобрение и мои томаты меня порадовали вот открыла правда погода так не уравновешенная так и стоит у нас то дождь то солнце сейчас тоже быстренько хочу снять потому что вот она то выгляни солнце опять дождик моросит вчера не смогла но на сегодня нужно обязательно в общем все томаты у меня начали цвести кисточки были но еще не цвели ну вот они цветут все как видите вот и хорошо цветут даже вот он там санька он там уже два томатика вот здесь вот мне очень понравился этот сорт мазарини вы посмотрите вот первая кисточка она уже вот второй третий же завязался томатик сами помидорчики хорошие все такие видите толстенькие все стволики зелень тоже хорошего цвета такого ну изумрудного что ли цвета не могу даже сказать вот все они живые не упали ничего вот эти уже высокорослая подвязала уже как видите вот и уже даже наверное надо будет пасынковать вот смотрите вот допустим вот этот у него я буду в два ствола вести да вот значит под первой кистью вот этот я оставляю пасынок а вот этот пасына конечно и сейчас вот удалю вот все и у меня остается два стволика вот так вот и даже уже на этом даже третья кисточка видите выбросил в третью кисточку ну пусть пока у меня здесь вот она завязывается здесь первая до конца уже развивается и 2 вот уже начала завязываться в общем я очень довольна вот эти тоже хорошие большая медведица высокорослая тоже меня порадовали ветер цветет и хорошо растет вот и вот эти хочу показать кустик который у меня начал цвести еще в стаканчиках когда стоял дома и нельзя было еще высадить ну как видите вон четвертый томатик уже развивается правда я щипнула несколько штучек потому что тяжело кустик маленький вот но развивается нормально здесь и вторая пошла веточка хорошо вот второй такой кустик вот вот это тоже не помню уже что за сорт и томать ка и вот хотел хочу сказать про вот эти которые лежа посадила два томата два индента они уже были высокие где-то под 40 сантиметров вот все остальные у меня были 30-35 сантиметров по высоте а эти уже 40 даже вот этот был 45 мне пришлось их положить вот и они также точно пошли в роз я боялась что когда кисточки уже начинают там развиваться в доме боялась что плохо будет тем более от погода такая ну холодно еще было по ночам там было еще всего 4 3 4 градуса но сейчас тоже холодно сейчас тоже по ночам 8 я вот под пленочку видите под пленку и еще агроспан внутри у меня агроспан а потом пленочку вот так что я держу еще пока пленки ну прохладно вот сейчас на улице будет 13 8 8 ночью прохладно вот так вот индент эти смотрите вот этот я сломала потому что его положила а потом начала сама выравнивать не дала ему этот-то сам уже выравнился потом подвязала а это и я его сломала и он у меня отошел сразу сразу же прям я боялась что уже все думаю ну погиб думаю буду отращивать отдельно корни но ничего видимо там он отрастает сам вот подвязала уже высокорослая у меня первый ряд у меня высокорослая их уже все подвязала но еще так временно потому что не могу снять укрытие потому что ну холодно еще как сниму укрытие уже хорошо тогда подвяжу вот в общем я хочу зачем я снимаю это видео для того чтобы вам показать вот этот метод я первый раз таким методом высаживала томаты мне он очень понравился томаты просто здорово посмотрите какие красивые хорошие стоят все просто вот правда днем здесь солнце вот будет очень сильно светить но у меня я же говорю агроспан тем более двойное его сюда закрываю вот и все ну а с той стороны у меня вообще темень конечно там уже забор и деревья как видите все под деревьями у меня тут там у меня еще две грядочки совсем даже без пленки ну тоже так же хорошо себя чувствует сейчас наверное скрою может быть тоже вам покажу я их позже немножко высаживала там такие уже неликвиды но тем не менее не тоже так же этим методом высадила они очень хорошо себя чувствуют значит смотрите вот температура у меня здесь градусник лежит сколько мы сейчас 11 градусов ну уже нормально потому что вот сейчас солнышко оно то пригреет то выйдет то зайдет то выйдет то зайдет но тем не менее то что я посадила в теплые именно в теплую землю это им очень помогло потом я прикрыла и агроспаном и пленкой и вот они у меня так даже вот когда было жарко ну подниму на день пленку эту и агроспан могу поднять могу оставить его если солнце вот и на ночь обязательно закрываю обязательно чтобы все таки это тепличные условия для них были вот хоть немножко но и от ветра защищает потому что сейчас и ветра и все и конечно же от солнца и от дождя в общем это всего нужно защищать и я думаю что до середины мая я не сниму вот это вот укрытие пусть оно так и будет конечно маловосненько может быть солнышко туда но днем я все равно я открываю они так вот растут хорошо и цвет мне у них нравится и вот вот это тоже новый даже не знаю большая мамочка впервые посадила такой томат ну тоже вот хорошо развивается хорошо свет выбрасывает все это вот стопудов тоже впервые посадила хорошо тоже видите развивается ну а это мой санька любимый и это и это вот мы мои любимые оранжевый клондайк прекрасно тоже видите первая кисть вторую кисточку уже выбросила они низкоросло здесь вот с краешку посадила он санька так вообще я удивилась открыла и сразу увидела но ведь уже два томатика ну и кисточка это хотя вот все он в самом углу здесь вообще здесь забор вон шиферные рядом но тем не менее все развивается так что я очень довольна вот этой именно посадкой в теплую землю потому что они попали сразу в тепленькое и растворенное удобрение оно постепенно как бы там я ложила в уголочке в уголочке я ложила удобрение не минеральное куриный перегной немножечко ложила и гумиоми там по чайной ложке ложила по капелечку вот растворенный я в растворе я делала ложила там ложку суперфосфата и ложку и ложку калия но это было на ведро но это было на две лунки как бы по половинке ложечки получалось вот так вот вот но она все растворенное она напитала в этой влагой и вот этими минералами и вот этим куриным да еще я же там ложила видите я собирала зимой яичные скорлупки но только сырых яиц ложила и банановые шкурки там еще клала да и луковые шелухи обязательно да еще что хотел обратить ваше внимание у меня грядки как видите полностью я у меня чеснок высажен прямо вот по краю по краю не знаю видно вам или нет сейчас вот так отсюда может быть вот смотрите видите вот так вот рядочку у меня полностью с двух сторон вернее с четырех сторон у меня чеснок посажен это тоже для того чтобы вот отпугивать сейчас очень много началось вот не знаю там на розах уже буду наверное сегодня их опрыскивать потому что уже ты ли много появляется вот здесь вот прям вот ну вот вот она уже видите вчера там убирала пока механически пока мало ее можно механически убрать вот эту тлю вот но дождь мешает но все равно опрыскаю мыльным раствором ну потом я если что покажу покажу вам чем я просто ну все в общем то что я хотела это я хотела поделиться с вами вот радостью той что вот так высаженные томаты меня очень порадовали так что попробуйте хотя бы несколько луночек и посадите так то еще не высадил посадите так потому что земля еще холодная а если вы вот поставьте в эту теплую которая сразу это корешочки они сразу же видимо начали работать и вот такой прекрасный результат все на этом заканчиваю всем хороших урожаев хороших посадок чудесного настроения и с наступающим 9 мая вас будьте все здоровы мирного всем неба над головой будьте счастливы и здоровы всем пока пока